так сегодня вот буду из этого природного богатства это не природного богатства делать настойку настойку из сосновых шишек кстати очень полезная вещь почему я решил уже снять потому что у меня одно из позапрошлогодних видео где я делаю варенье из сосновых почек набрало почти 20 тысяч просмотров поэтому я решил снять еще и именно про настойку из сосновых шишек но это настойка именно лекарственная ее надо будет потреблять дозированно где-то по допустим если человек заболел простудным заболеванием там что-то не то слабость у нее именно по столовой ложке по две столовые ложки в день потому что это не то мы как-то не вроде такого нет видео но мы как-то делали я брал сосновые шишки почки и на бутылку водки на 0,5 я ставил где-то 4-5 и получалось очень вкусный напиток продается довольно дорогой водка настойная на сосновых шишках почках вот и когда ее выпьешь потом все время тебе кажется сосны наелся вот у меня примерно такая была мы как-то с товарищем выпили полторы бутылки водки и на утро такой настойки он сказал что у него весь день вкус хвоина как будто он хвоина елся там не верю потом весь сетей ходил по лесу ел именно хвою вот а то что мы сейчас будем делать это очень благоприятно влияет на организм и при болезнях даже при головных болях его употребляем такой я сейчас экспериментирую со своими шишками почками вот допустим вот у меня варенье и делали мы его в том году кушать на вот мы употребили то увидено которым я будет ссылка и в описании скорее всего и вверху вот там вот мы его уже употребили его можно еще добавлять кстати можете посмотреть то видео и изготовить по крайней мере у нас мурманске еще почки еще в нормальном состоянии их еще можно собирать так как я вчера был в лесу посмотрел вот собрал немножко таких шишек не путайте с почками почки немножко всем другое ну и где-то год вот и хотел сделать сначала именно шишки настойные на мёде мы решим сделать спиртовую настойку лишнее видео покажу как буду делать шишки настойные именно на мёде не настойные а именно шишки меду как называется никого эта вещь она спасает и от цинги это очень много витаминов тут мне конечно иголки но иголки тоже полезны мы зимой тоже собирали чай заваривали но я предполагаю что мне еще будет два видео про сосновые шишки но я взял бутылку водки хорошие водки именно 037 0 да не 05 потому что многовато на целый год это же не не питьевая настойка это именно бы питьевая но она не то чтобы его сидеть другом попить это настойка именно для лечения вот предварительно я пил часть водки и сейчас буду показывать короче вот здесь на вот эту бутылку где-то надо 150 200 грамм сосновых шишек столовая где-то до столовая ложка так называемого меда потому что не знаю здесь что содержится этой в этой банке вот и предварительно их надо там еще некоторые обмывают я я не мой никогда то что нахожу в лесу тоже собираю лесу то что не вижу смысла там уже но у нас дочек прошел все там чисто надо их располовинить вот но это именно для настоек если делать их в меде то их не надо резать то что эстетику теряет и вот и надо обязательно вылить часть бутылки немножко не влезет осталось резать и вот эти вот шишки полушишки они похожи на такие маленькие маленькие ананасики интересное сравнение продолжит так нарезался сейчас я кстати бутылка специально искать если брать 0 5 такой вот кита здесь будет пломба с которую нельзя ничего засыпать на это пломбы нет поэтому тоже есть плюс чтобы брать именно такие так сейчас засыпаем сюда так смотрите что у нас получается вот все залито такая настойка получается все все полное так сейчас я беру мед ну я не знаю медом пахнет конечно настоящий и столовую ложку аккуратненько заливаю в горошку это делается довольно просто главное не перебасить с медом иначе будет напиток лекарством очень такой противный вот так оно стекает без всяких инструментов дополнительных все теперь надо вот этому дать отстояться кстати нет сейчас я покажу как это делаю чтобы оно не выдохлости сохранил свой свои питательные свои полезные вещества но водку туша как вы знаете что если будет хотя бы маленькая щелочка то водка выдыхается я просто беру пакет можно кстати брить пробку обычную пробку из и закрываем все после сентября это средства можно употреблять довольным такие показывать все в следующем виде скорее все покажу делаю именно замачиваю в меде шишки ну там они конечно не до сентября там чуть дольше не надо стоять плюс желательно их на солнце если солнечная погода их выставлять надо будет на солнечную сторону и чтоб они стояли там вытягивали все полезные вещества мед вытягивает из сосновых почек шишек ну можно почки но их там не надо резать потому что когда их порежете они будут не такие и слишком много горечи будет во-первых и во-вторых надо будет вымачивать перед тем как делать с медом их надо вымочить хотя бы ну часа два чтоб вышла горечь все это я знаю очень много всяких рецептов но пока ради эксперимента ради видео я сделаю вот это потом с медом и третий просто покажу как если по если я буду снимать как настаиваю водку с новых . именно такая еще маленькие и потом у них реально вкус водки куда-то исчезает и просто как будто пьешь хвою как будто ешь хвою при поэтому алкоголь чувствуется вот такие у меня сегодня видео может необычные уже такое редко снимаю такое видео у меня набрало много просмотров и про бруснику тоже набрало много просмотров не знаю будет ли у нас брусника будет ли морожка кстати цветет в лесу в лесу цветет очень много морожки просто все болота болото в белом цвете не знаю как оно дальше пойдет но я думаю конечно припозднится но в сентябре в сентябре будет очень много морожки если не облетит если не будет заморозков не пойдет снег то всех глажа в лес все идите заморожки собирать себе лесные витамины на этом все подписывайтесь ставьте лайки и не лайки всем пока